Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим о книге Второзакония, о главе 20-й этого сочинения. Сочинение древнего, написанного давным-давно, оно приписывается Моисею, но, конечно же, традиция, начавшаяся с Моисея, в дальнейшем развивалась, дорабатывалась, дописывалась, переписывалась, обогащалась разными деталями и, в конце концов, обрела нам знакомый вид книги Второзакония. Книги, рассказывающей в довольно доступной форме самое важное о том, что было сообщено Богом Моисею на горе Синай и то, что, в принципе, уже в основном было изложено и описано в предшествующих книгах Тары или Пятикнижья, книги Исход, Левит и Числа. Поэтому Второзаконие – это есть второй раз рассказ о самом важном, что есть в законе Моисеевом. Тема главы 20-й довольно суровая, довольно жестокая или жесткая – это тема войны. И вообще вопрос войны поднимается довольно часто во Второзаконии, постоянно. И в главе предшествующей об этом мы тоже читали, были разные указания. И много раз мы уже разбирали тему священной войны, которую объявляет Бог. И Бог требует, чтобы какие-то вещи, завоеванные в ходе войны, имущества, города, а бывают и жители, были бы объявлены так называемым херемом, да, или херемом неприкосновенным. То, что нельзя было использовать, взять в хозяйство, то, что должно было быть уничтожено. И все эти очень важные вещи, тяжелые вещи для нашего современного христианского понимания, мы опять будем читать, касаться их в ходе нашего сегодняшнего с вами разговора. Итак, глава 20-я – тема войны. И в этой теме поднимаются наиболее выпукло два разных, очень важных момента. Вот мы о них сегодня поговорим. Первая идея, первый момент такой, что ваши войны, которые вы объявите по моему указанию, по моему предписанию – это не ваши войны. Сам Бог эти войны ведет, является полководцем в ходе ваших завоеваний, поэтому ваша функция очень простая – это осознать верховодство Бога, увидеть, и поэтому не бояться. Идея первая этой главы – противодействие, противоборство духу, страха и боязни, который может охватить душу воина. И вторая идея, она гораздо более, но она радостная, эта идея, идея того, кто не должен воевать. И вот мы почитаем о том, что и эти могут не воевать, и те люди могут не воевать. И в этом отношении законодательство книги «Втерзаконие» оказывается даже для наших сегодняшних вкусов, по нашим меркам, законодательством и современным, и актуальным, и гуманистичным, и очень даже, условно говоря, продвинутым. Итак, читаем книгу «Втерзаконие», главу 20. Итак, «Когда вы пойдете сражаться с врагом и увидите коней и колесницей, войско более многочисленное, чем ваше, не бойтесь, ведь с вами Господь, ваш Бог, который вывел вас из Египта». Ну вот, сразу первый стих показывает весь масштаб проблемы. А масштаб, дорогие друзья, немаленький, потому что описываются здесь, видите, кони и колесницы. Это самое современное, самое эффективное, самое могучее оружие тех библейских времен. Будь книга «Втерзаконие» написана в наше время, то вместо коней и колесницы заняли бы какие-нибудь боевые дроны, танки, армата, системы залпового огня. То есть, самое технологичное, с чем человеку, вот, человеку, его рукам, ногам, мышцам, его, и, короче, человеку с ним не совладать. Потому что, когда воюет техника, технология человек, человек оказывается всегда жертвой. Он даже не может толком напасть на врага, когда он уже прежде оказывается уничтоженным, побежденным. И вот эта война, война евреев и войска более многочисленного, более оснащенного, обладающего технологиями, и описывается в этом первом стихе. Ну, естественно, реакция человека, оказавшегося в этой ситуации, противостояние могучему большому войску, разве этого государства – это чувство страха. Вот поэтому тема страха поднимается сразу в первом стихе этой главы. Ответ Библии такой – не бойся, не бойся, ведь с вами Господь ваш Бог. И приписка очень важная, ведь Бог показал уже, ведь Бог проявил себя уже в подобной ситуации, когда вы были беглецами, беженцами, даже никаким не войском, вы были вчерашними рабами и слугами. И вот войско фараона, обладавшее и колесницами, и конницей, ничего с вами не смогло сделать. И в этом отношении этот опыт, опыт исхода победы над могучим, оснащенным войском врага, он должен был мотивировать, как-то вот сохранять мужество в рядах израильского войска. Пусть перед боем священник обратится к войску и скажет, «Слушай, Израиль, сегодня вы вступите в бой с врагом. Не будьте малодушны, не бойтесь, не пугайтесь и не ужасайтесь». Ну вот, видите, в священной войне нужно наставление священника, поэтому священник вот в этом контексте очень даже уместен. В наше время, в современных войнах все сложнее, да, всегда ли священник уместен, не всегда, есть очень большие споры обо всем об этом. Но вот в древние священные времена священник и его призыв «Не будьте малодушны, не бойтесь, не пугайтесь, не ужасайтесь» звучит очень гармонично, да. Священник призывает, напоминая о том, что Бог с нами или Бог с вами, о, войско, он призывает не бояться и не ужасаться. «Ведь Господь, ваш Бог, идет вместе с вами, чтобы сразиться с врагом за вас и даровать вам победу». Но вот священник указывает на один из для Библии характерных образов Бога, Библии, конечно же, в Ветхозаветной, образ Бога-полководца, Бога-вождя, Бога-воина. И вот у этого Бога, который является еще и воином, есть все атрибуты настоящего солдата. У него есть и лук, у него есть и стрелы, у него есть копье, у него есть мышца. И вот все эти вещи очень часто описываются и в псалмах, и во всем Ветхом Зависе в целом. Бог экипированный, могучий, непобежденный, непобедимый полководец и вождь. Вождь, и в этом отношении вам можно не бояться. Ваши воины, это есть Божьи воины, и ваша задача лишь быть второстепенным, на самом деле, соучастником тех войн, которые ведет Бог в этом мире. Ну, конечно же, по описанию, и это не моя выдумка, а вот это все находится в этом фрагменте Библии, мы имеем дело с самым настоящим таким вот священным завоеванием, такая священная война. Настоящий джихад, дорогие друзья, настоящий газовад тут описывается. И когда мы читаем подобные вещи в Коране, и они нас смущают, то вот, дорогие друзья, наша Библия, крестьянская, еврейская, тоже имеет в себе учение о том, что бывают богоугодные священные войны, где вера является очень важным мотиватором, очень важным стимулом военных действий. Как и нам сейчас, дорогие друзья, понимать все это дело? Ну, общий компромисс христианского учения об этом вопросе таков. В наше время церковь не является какой-то воюющей стороной, или воюющей стороной церковь не имеет ни танковые дивизии, ни разведроты, ни какие-то ракетные установки. У церкви ничего этого нет. Тем не менее, церковь является воюющей единицей, воюющим организмом. Она сражается. Но фронт нашей войны, нашего сражения, он иного, чем здесь плана. Мы не завоевываем никакую землю, никакие города мы не берем осадой. Хотя почему? Берем, да. Впрочем, нашим врагом оказывается не человек этого города, не воин этого города. Мы не хотим никого не проботить, не уничтожить, не пленить. Мы хотим, и церковь объявляет войну против зла, несправедливости, некрасоты, уродства, которые очень часто захватывает, охватывает весь мир. Вот есть противный к церкви зло нашего мира. И против этого зла, против разных форм эксплуатации, несправедливости, церковь, дорогие друзья, все еще ведет эту самую священную войну. И в этой связи долг каждого священника сказать, каким бы ни был оснащенным, могучим, технологичным враг, но можно не бояться. Потому что мы участвуем не в нашей войне, а в войне Бога. А Бог это есть воин, непобедимый и непобежденный. Читаем дальше. Поднимается тема страха, и страх оказывается элементом какого-то духовного порядка. Почему ты боишься? Потому что ты не знаешь, или не веришь, или не чувствуешь, не испытал того, что ты воюешь в войне Божьей. Поэтому ты боишься. Поэтому твоя боязнь имеет природу духовную, и с ней нужно добороться духовными способами. Молитва, да, чтение Писания, добрые дела и так далее. Но Библия, книга второзакония, книга сложная, и книга глубокая, и книга, написанная умными людьми, и сам Бог был участником этого написания. Поэтому эта книга очень реалистична и очень детально, что ли, обсуждает разные вопросы. И в этом отношении ответ дальнейшей Библии на тему страха такой. Страх бывает разный. Иногда страх – это есть духовная немощь, духовное падение, нужно этому страху противостоять, никак нему не уступать и так далее. Но все бывает сложнее, и поэтому нужно детализировать это чувство и избавиться от этой стихии в войске израильтян. Поэтому какому-то страху нужно уступить. И вот этим уступкам посвящены дальнейшие стихи. Пятый, шестой и дальше до десятого стиха обсуждается тема позволительного, закономерного страха. Итак, кто является людьми, охваченными этим легальным страхом? Те, у кого есть забота о чем-то земном, и эта забота оправдана. То есть Библия говорит, иногда ваша забота о земном оправдана, и Бог вам дает возможность какое-то время заботиться о земном. Итак, почитаем, а потом прокомментируем. Старосты пусть скажут войску, если кто-то из вас построил себе дом и еще не обновил его, пусть возвращается домой. Иначе может случиться так, что он падет в бою, и другой человек обновит его дом. И после этого обсуждаются или объясняются разные категории воинов, которые могут не воевать. И, конечно же, в этом отношении мысли в трезаконии нас удивляют, даже радуют, потому что в другие эпохи какая была цель государей? Как можно большее количество людей, всех, стариков, детей, может быть, еще и даже женщин, вот в это вот войско загнать, потому что, как казалось, большое войско, оно могучее, оно сильное войско. Ну, дорогие друзья, бывает и так. Но, как правило, это правило не срабатывает. И древний автор уже это понимал. Большое войско не всегда сильное войско. Если войско охвачено каким-то страхом, боязнью, двоедушием, заботой о каких-то других попечениях, других вещах, то это войско, оно слабое. Поэтому, когда мы выбираем между маленьким и мотивированным войском и большим, но охваченным страхом, конечно же, выбор автора книги «Втерзаконие», он очевиден. Лучше вам иметь войско маленькое, но такое собранное, мотивированное, лишенное страха и боязни. Первый из тех, кто может не воевать, могут не воевать, это есть те, у кого есть новый необжитый дом. Вот, значит, вот у кого есть такой дом, тот в ополчении не собирается, тот живет дома, и какое-то время, там год, два, три, обживает свой дом с тем, чтобы, когда он будет воевать, будет в войске, мысль о том, что вот он многие года строил дом, и будет ли он там жить, непонятно, чтобы эта мысль его не тяготила. Он дом построил, он там жил, он там пожил, и сейчас уже можно, тогда уже можно участвовать в войнах господних. Дальше. «Если кто-то из вас насадил виноградник и еще не собирал урожай, пусть возвращается домой. Иначе может случиться так, что он пойдет в бою, и другой урожай соберет с его виноградника». Вот еще один такой кейс, случай. Человек насадил виноградник, посвятил долгое время его вот как-то вот обработке, да, вот землю вычищал, да, как-то обогащал, камни убирал, сворачивал булыжники большие. Вот, ну тяжело, да, было в то время, в те времена, в том регионе заниматься посадкой нового виноградника. Так вот, книга Левит, поясняя мысль книги второзакония, дает этому человеку пятилетний срок, когда он может насадить виноградник, его дальше вот выращивать, получить первые плоды этого виноградника, и потом уже, после истечения пятилетнего срока, тогда уже можно воевать, участвовать в воинах Господних. Дальше. «Если кто-то из вас обручился с женщиной и еще не женился на ней, пусть возвращается домой, иначе может случиться так, что он пойдет в бою и другой женится на ней». Ну, совершенно понятная, друзья, история, ситуация, брак, бракосочетание, молодая жена, всплеск или даже такой апогей чувств, да, и очень тяжело, женившись, оставить свою избранницу и идти воевать. Конечно же, мысли каждого такого молодожена, молодого мужчины будут об одном, о своей дорогой, которая там вот дома, и она его ждет, дождется ли, а вдруг нет. И, конечно же, все эти мысли имеют разрушительный эффект по отношению к душе, к боевым качествам этого человека. Поэтому книга Левит дает срок один год, когда речь идет о том, кто вот недавно в брак вступил и вот еще со своей женой не пожил. Ты вступаешь в брак, живешь со своей суженной один год, и потом уже в случае необходимости ты призываешься в еврейское, израильское ополчение. Затем старосты должны сказать войску. Если кто-то из вас боязлив и малодушен, пусть возвращается домой, чтобы своей трусостью не заразить других. Тут еще более, друзья, необычная, такая даже революционная мысль, для которой сегодняшние даже нравы или какие-то мысли даже вот не совсем доросли. Тут что, дорогие друзья, имеется в виду? Опять поднимается тема страха. Ты можешь бояться, потому что ты не веришь в Бога, это мы уже разобрали. Ты можешь бояться, потому что у тебя есть забота какого-то такого мирского плана, дом, участок с виноградником, молодая жена. Ну, бывает так, что нет проблем с Богом, ты имеешь веру, да, и у тебя нет отягчающих тебя моментов, таких как виноградник, молодая жена и так далее. Но вот страх все равно охватывает тебя, и ты не можешь не бояться, и ничего ты с собой поделать не можешь. Ни молитва, ни какие-то попытки себя заставить ничего не могут исправить. И вот вердикт книги Второзакония, он неожиданный. Ты боишься, ты не можешь с собой справиться, иди домой. И в этом суждении, в этой мысли мы находим такую двоякую мысль. Первая часть мысли такова. Страх – это болезнь. Бывает, что… или, скажем по-другому, это болезнь, вызванная чертами характера. Ну, есть люди разные, есть люди такие, есть люди отважные, такие по-народному безбашенные, да, вот люди, которые любят воевать, сражаться, драться, люди без страха или бесстрашные люди. А есть другие люди, скромные какие-то, нерешительные, боязливые. Так вот, если у тебя есть такая вещь, черта характера, либо такая вот болезнь в тебе укоренившаяся, то иди домой, потому что вторая часть мысли такова – это есть болезнь заразная. Ты можешь своим страхом, тревогой, нерешительностью заразить все оставшееся войско. И чтобы этого не было, то лучше тебе без всякого порицания, без всякого страха, без всякого ущерба твоей репутации, твоему имуществу, лучше тебе идти домой. И там заниматься тем, что ты умеешь делать лучше всего, не знаю, торговать, заниматься ремеслом, крестьянским делом и так далее. Вот такая и мудрая, и глубокая мысль книги «Второзаконие» посвящена теме войны и теме страха. После того, как старосты закончат свои речи, перед войском должны быть назначены предводители, которые встанут во главе войска. Вот, значит, все эти вещи, фильтр, он пройден, да, значит, войск отфильтровано или отцежено. Все мешающее войску, мешающее его победам, нарушающее, вызывающее грозу боевому духу, все это отцежено, все это отправлено домой, по домам. Вот, дальше выбираются полководцы, да, вожди этого войска. И после этого начинается изложение так называемых правил войны, да, правил войны. И в этом отношении опять книга «Второзаконие» показывает себя как книгу, книгой очень такой современной и развитой и глубокой. Итак, в древние времена древний автор понимал, что у всего есть правила. И весь мир, он охвачен этими правилами этики. Все подвержено оценке. Независимо от того, кто это, царь, богач, полководец, солдат, да даже сам бог, даже сам ангел, все это может быть оценено с позиции добро или зло, хорошо это или плохо. Так вот, и война тоже, даже война во имя Господа, Бога, она тоже может быть и хорошей, и плохой. Там правила войны могут нарушаться или могут быть в почтении, могут соблюдаться. И вот эти правила, дальше они описываются. Ну, разумеется, эффектом этого нанесения этики на стихию войны является гуманизация. Цель закона Моисеева – гуманизация всех сторон жизни человека и общества, и семьи, и личности, и даже войны. Итак, подойдя к городу, с которым вы собираетесь воевать сперва, предложите этому городу сдаться без боя. Ну вот, описывается ситуация, ситуация реальная. Есть враг, у него есть города, крепости укрепленные, и война с врагом имеет в своей материи, своим субстратам войну с городами. Ты должен города брать. И вот, подойдя к этому городу, начни с чего? Начни с дипломатии, начни с переговоров, начни с разговоров, начни с убеждений, начни с того, что ты предложишь мир этому городу. Потому что цель войны – это не есть уничтожение, не есть зло. Короче, цель войны – это есть мир, минимизация зла, насилия и чего-то нехорошего. Если предложение будет принято, и вам откроют ворота, то пусть все, кто живет в городе, впредь несут трудовую повинность, работают на вас. Ну, да, замечу это важное замечание, имеются в виду города, находящиеся вне Ханаана, потому что ниже будут города, описывается война с ними, находящиеся в Ханаане, там другие правила. Так вот, то, что находится в Зайордании, на территории Сирии, то есть на севере, там побережья – это вот такие правила. Можно предложить мир, и можно получить мир. Какие условия капитуляции? Условия, дорогие друзья, корректные и совершенно справедливые. Никакого нет ни насилия, никакого нет ни разграбления города, всего лишь горожане обещают нести трудовую повинность. То есть какое-то время в году, либо в течение месяца работать на своих хозяев, на евреев. Ну, правила древних войн подразумевали иногда и такую форму проявления своего побежденного статуса. Да, я побежден, ты победитель, поэтому я обязан тебе платить налог в форме ли денежной, да, золото-серебро, в форме натуральной, да, какие-то продукты, не знаю, там, оливковое масло, зерно, древесина и так далее. Либо, как здесь, форма трудовой повинности. То есть отряды мужчин из этого городка, из этого села, они обязаны работать, что-то строить, ремонтировать в интересах своих завоевателей, своих вот евреев, завоевавших их. Другой вариант. Город не сдаётся. И так, если же город не сдастся и решится воевать с вами, начинайте осаду. Ну вот да, отказ сдаваться и желание воевать, сразиться, начинается осада. Когда же Господь ваш Бог отдаст город в ваши руки, всех мужчин в нём поразите мечом. Ну, описывается, увы, фактура, реальность войн тех времён. Ну вот что делать с мужчинами? Если оставишь их живыми, то они опять будут воевать, опять будет осада, опять будут какие-то другие осложнения. Поэтому очень часто, хотя не всегда, участь мужчин, взрослых мужчин, могущих воевать, была печальная. Ты воевал? Воевал. Ты держал в руках меч? Держал. Ты атаковал моих солдат? Атаковал. Ты кого-то убил? Ты, возможно, кого-то и убил. Именно в этой связи твоя участь печальная. Ты тоже будешь убит теми, кто этот город завоюет. Ну, конечно же, комментируя всё это, повторяю ещё раз, описываются лишь реалии войны, ведомой в Бронзовом веке, в Железном веке, в Древнем Израиле, в Ханане, в окрестных временах. И к нашему времени эти правила приносить невозможно и незакономерно. Мы живём в другую эпоху, у нас Новый Завет, никаких священных войн в этом понимании Бог уже давно не объявляет. Поэтому мы ни с кем не обязаны поступать так, а каждый завоёванный человек имеет, даже военнопленный, имеет права и право на сохранение своей жизни в случае сдачи, капитуляции, пленения. Итак, мужчин, написано здесь, поразите мечом, то есть убейте их мечом. Но опять же, видите, поразите мечом, то есть не пытайте, не издевайтесь, не мучайте их, не вырывайте кишки, не отсекайте руки, не надо делать их объектом издевательства, мучения. Не надо ничего этого делать, хочешь убить, убей ударом меча. А меч, очень долгое время, казнь мечом была самая гуманная и быстрая казнь. Ну, даже тут в этих самых мрачных условиях и то какой-то элемент гуманизма тоже можно обнаружить. А чего делать с другими, да, женщины, дети и так далее? Так вот, читай, а женщин, детей, скот и все, что в городе, можете взять себе как добычу. Пользуйтесь всем тем, что возьмете у врага как добычу, тем, что отдаст вам Господь ваш Бог. Вот, ну видите, все остальное, всех тех, все то, что не может воевать и не будет воевать, можно сделать добычей, да. Вот поэтому разграбление, увод имущества движимого, там были недвижимого, серебра, золота, каких-то драгоценных вещей, ювелирных украшений, скота и людей тоже был практикой того времени. Женщин, детей, скот и прочее можно было взять себе и сделать своим имуществом. Так вы должны поступать с теми городами, которые находятся далеко от вас и не принадлежат здешним народам. Вот эта мысль. То есть это описывается война против нехана, нехананеев. А в городах здешних народов, чью землю Господь ваш Бог отдает вам во владение, не оставляйте в живых никого. Придайте их всех заклятию и уничтожьте. Хетов, Амореев, Хананеев, Перезеев, Хивеев и Евусеев, как повелел вам Господь ваш Бог. Иначе они научат вас творить все те мерзости, которые они творят для своих богов, и вы согрешите пред Господом вашим Богом. Ну вот видите, опять описывается Херем, то, о чем мы уже говорили, комментируя другие места книги Второзакония. Скажем вкратце, что Херем, конечно же, был в традициях того времени, и многие окрестные народы тоже практиковали вот именно все. Царь Мавицкий Меша описывает, что он завоевал город израильтян и подверг его тоже Херему, да все уничтожил. Ну, конечно же, можно предположить, что все это было элементом какого-то бахвальства, что ли. Вообще, конечно же, дорогие друзья, уничтожать все и всех – это очень такая неестественная, маловероятная политика. Потому что, конечно же, чтобы уничтожить, нужно приложить усилия и большие усилия. Как это сжечь все? Где сжечь скот, людей, дома? Где брать для всего этого древесину? Поэтому, конечно же, все это правило, правило довольно мрачное, налагалось на практику. Когда сжигать и убивать было тяжело и нелогично, и как-то нерационально. А сохранить, да, поработив, впрочем, было рациональным и закономерным, и естественным. И, конечно, иногда и мавитяне, и евреи, ну, кого-то, к сожалению, да, подвергали обычаю хэром. Кого-то точно уж уничтожали. Но в большинстве своем никаких этих тотальных войн на уничтожение не было. Потому что ни археологи, ни какие-то памятники внешние, окружающих народов не рассказывают нам, что евреи пришли и всех сожгли, и все уничтожили. Как же нам понимать вот эти стихи 15-18, рассказывающие о том, что все нужно сжечь, уничтожить? Да, это, из такого слова, дорогие друзья, ретроспекция. Ретроспективно, то есть, когда мы рассуждаем из будущего о прошлом, когда рассуждали евреи, живущие в эпоху плена, или после плена, или вот около плена, вот это вот время, они могли рассуждать. Так, а почему с нами это случилось? Ну, почему вот мы уведены были в плен, оказались рабами, живем на берегах Тигра и Ефрата, почему мы потеряли и город, и свой храм, и все оказалось разрушенным? Почему все разрушилось? А вот потому что, думали эти люди, нужно было всех уничтожить, а мы никого не уничтожили. Вот так вот. Мы просто жили, были соседями, и со временем нас делалось все больше, а их делалось все меньше. И напомню, что, значит, после входа евреев в Ханаан, начало завоевания, Иисуса Навин и так далее, до времен Давида прошло около двух с половиной-трех столетий. Триста лет евреи должны были кого-то постоянно завоевывать, сжигать, уничтожать. Ну, вот, аж во времена Давида, Давида, вот в центре Иудея был город Иерусалим, и он был нееврецкий. Там жили, и жили, видимо, довольно спокойно, уверенно, жили какие-то евусеи. То есть, вот, нужно было их уничтожить, написано, и в усеев, но не уничтожили. И так, видимо, обстоят дело с прочими народами, которых должны были, наверное, должны были, думали так, переписчики, древние авторы Танаха, должны были уничтожить, но не уничтожили. И вот ретроспективно, вот об этом рассуждая, и возникают эти предписания. То есть, Бог сказал через Моисея уничтожить, мы не уничтожили, и поэтому с нами все эти бедствия дальнейшие, они и реализовались. А, конечно же, вообще эта мысль, мысль об уничтожении, чтобы не было соблазна, была довольно очевидная. Потому что мы знаем, что многие цари, они вот в ходе этих контактов, обычно контакты были брачной природы, да, брачный контекст, да, царь еврей, либо израильтянин, израильтянин, нин, либо иудей, жена не местная, точнее местная, но не еврейка, да, какая-нибудь фенитийка, да, либо выходец из местного населения, хананеев, она как будто бы, вроде бы, порстила царя. Ну, примеры мы и знаем, допустим, вот была Изавиль, у нее был муж Ахав. Кто был виноват в том, что Ахав плохой? Ну, точно, конечно же, жена, да, жена Изавиль, она плохому научила, вот, и поэтому Ваалу поклонялся Ахав и так далее. Ну, или Соломон, да, кто виноват в том, что Соломон навел много бедствий на Израиль в будущем, повысив налоги, занимаясь очень активной внешней политикой? Конечно же, женщины не еврейки, да, поэтому мысль была очевидная, и эта мысль приводит к тому, что такие стихи появляются. Дальше. «Если вы, стремясь захватить город, долго осаждаете его, не уничтожаете деревья в его окрестностях, не рубите их топором». Очень хорошие стихи начинаются. «Ешьте их плоды, а деревья не срубайте. Разве деревья в поле – это люди, чтобы тоже оказаться в осаде?» Ну, дорогие друзья, такие довольно экологично актуальные слова. Действительно, осаждай город, не пытайтесь превратить окружающую землю в пустыню. А это желание очень естественное, да, потому что вот уже проходит неделя, проходит месяц, полгода, год, а они там себе сидят и что-то там едят, у них есть запасы. А ты находишься не у себя дома, далеко от своего хозяйства, от своей жены, от своих детей, и ты испытываешь чувство, ну, такой злости и желаешь отомстить. Как можно отомстить? А вот видите, вот тут находятся ваши поля, ваши сады, ваши виноградники, а вы там сидите, в вашем городке, я на ваших глазах, все это будут сжигать, уничтожать, потому что даже если мы уйдем, вы будете обречены на голод, вы умрете, потому что вам будет нечего есть. Ваши оливковые рощи, они вырублены, виноградники сожжены, ваши поля мы забросаем камнями, и вам нужно будет еще годами все это опять отстраивать, опять выращивать эти деревья и так далее. Так вот, ответ всем этим желающим отомстить людям такой, деревья – это не люди, боюсь с людьми, не боюсь с деревьями, не боюсь с природой, не боюсь с ручьями, с реками, с полями, с лесами, не уничтожай их, движимые своей местью, злостью, обидой и так далее. Деревья тут ни при чем, поэтому сказано, деревья не срубайте, плоды ешьте, пожалуйста, да, вы пришли, вам нужно питаться, ешь плоды, но деревья не уничтожай. Уничтожай лишь те деревья, о которых вы знаете, что они не приносят съедобных плодов, рубите их и сооружайте из них приспособления для осадов вражеских городов, пока они не падут, эти города. Ну вот, конечно же, да, нужно осадное оружие, нужно поджигать какие-то стены, нужно топить лагеря, да, нужно ночью холодно бывает или зимой бывает холодно. Да, деревья срубать можно, да, но лишь по мере необходимости и не руководствуясь духом мести, зависти и злобы. То, что нужно и что не является деревом, несущим добрые плоды, то сжигайте и уничтожайте, но не больше. Дорогие друзья, глава 20-й, посвященная теме довольно сложной, довольно острой, теме войны и теме правила войны, мы ее прочитали, прокомментировали. Спасибо большое вам за внимание, портал экзеге.ру помогает нам в наших с вами начинаниях. Спасибо, всего хорошего.